всем всем огромный привет кто смотрит этот ролик нашим ноготкам около месяца возможно чуть больше и сегодня я хочу вам показать новинку гель-лаков фирмы lax от sk.com этот тестовый набор в него входит письмо фирменное а также 13 флакончиков это бюджетная линейка гель-лаков подойдет на любой карман потому что 10 миллилитров гель-лака стоит всего лишь 160 рублей а база 15 миллилитров стоит всего лишь 250 рублей девчонки где вы вообще такие цены видели вот я выкрасила палитру и цвета по мне так бомба поэтому весь ролик будет именно на этой продукции и как всегда первым делом я перехожу к снятию старого материала снимаю я все дело керамической фрезой с синей насечкой сверху вниз сильно на фрезу я не надавливаю кстати полностью снятие материала с 10 ногтей у меня уходит приблизительно 10 минут снимать мне нравится больше всего керамикой потому что можно работать на максимальных оборотах далее я беру пилочку 120 на 150 и аккуратно начинаю пилить будущую форму чтобы протестировать новую продукцию мне необходимо убрать всю оставшуюся старую базу поэтому пилочка я спокойно убираю всю толщину форму у нас будет приблизительно овальная я стряхиваю с ручек клиента пыль и приступаем к маникюру пушером хорошенечко отодвигая кутикулу как бы делаю карман это необходимо чтобы фреза не поранила клиента и как всегда беру свое любимое пламя с красной насечкой 2773 она достаточно толстенькая но не могу сказать что остренькая поэтому для начинающих мастеров я думаю такая фреза в самый раз так что девчонки не удивляйтесь я практически постоянно работаю на реверсе в данном момент я шлифую боковые валики поднимаю проксимальную складку и вычищаю птеригий аккуратно прохожусь в зоне синусов и шлифую хорошенечко боковые валики они немножечко с трещинками но это не проблема потому что фрезой можно все убрать эта клиентка работает с цитоном поэтому на ней будет классно протестировать эту продукцию обязательно засниму как она проходила в прошлых видео я показывала как я шлифую зеленым полировщиком я вам говорил то что я люблю это делать по мокрому поэтому ручки клиента я взбрызнула антисептиком и спокойно шлифую боковые валики и кутикулу еще прикольно этим же полировщиком пройтись в конце процедуры и по маслу после подготовки ногтевой пластины я хорошенечко обезжириваю ногти как я говорила ранее мы сегодня будем делать фирмой лакс вот база имеет густоту чуть выше средней топ средней густоты но достаточно хороший в принципе но праймер как праймер и только после нанесения я поняла то что он имеет остаточную липкость это очень круто то есть вы наносите этот праймер после чего он немножечко высыхает но матовый ноготь не становится он становится как бы двухсторонний скотч сцепляя покрытие и ногтевую пластину праймер сушу на воздухе около 10 секунд после чего буду наносить базу вот сейчас можно заметить то что праймер дал липкость я не жду полного высыхания поэтому спокойно беру базу она кстати не имеет никакой вонючести то есть никакого запаха в принципе гель-лаки этой фирмы не имеют сначала для удобства перед выравниванием я делаю тонкий тонкий слой после чего я беру капельку уже побольше и начинаю выравнивать наш ноготь ставлю каплю в центр возле кутикулы подгоняю ближе распределяю возле боковых валиков и торцом кисточки направляю капельку в нужную мне сторону заметьте что никакой трудности вообще с этой базы у меня не возникло то же самое что коди что ильпаза что окси по моему они все одинаковые решила показать вам в таком ракурсе чтобы было видно как тянется именно капли на ноготь я не надавливаю тяну только капельку базу и огромный плюс этой базы то что она круто самовыравнивается и для клиентов конечно то что она не горит вообще вообще не горит ну не знаю может быть только у меня так но все у девчонок весна поэтому я в оранжевых перчатках и мы выбрали насыщенный такой цвет номер гейлака 007 розово-красный плотностью цвета хорошие его можно нанести в принципе в один слой а еще девчонки я помню вас то что спрашивала про светло-розовый оттенок пастельку ну я ее нашла вот эта фирма пожалуйста в два слоя идеально ложится на этом ноготочке у нас будет дизайн поэтому мы решили его выделить светло-розовым недавно подписчики просили постоянно оставлять ссылки где я что-либо покупаю хорошо я обязательно от оставлю под роликом и возможно в комментарии еще скину ну так вот кисточкой рисую я опять же с алиэкспресса кисточка кристалл очень много мастеров работают именно на ней она очень тонкая у меня где-то по моему честно не помню сколько миллиметров но помню что она была самая длинная чтобы рисовать четко тонкие линии вам нужна высокопигментированная гель-краска у меня от global fashion без липкого слоя сейчас я вам показываю самую легкую геометрию который в принципе может повторить любой новичок кстати этой кисточкой я рисую просто все и френч и какие-либо прорисовки все ей особенно вензеля после того как я нарисовала можно было в принципе оставить и такой дизайн но хочется сочности и мы опять же добавляем этот алло розовый цвет а в другое окошечко я нанесла жидкую фольгу от blue sky после просушки в лампе я взяла топ без липкого слоя и тут прибежал мой мелкий и не дал до конца доснять как я до выравниваю финишем вот можете обратить внимание но не беда я думаю вы не расстроитесь я показывала и в прошлом видео как я это делаю топ мне очень понравился но вот что мы сделали ровно за час двадцать фирма мне очень понравилась ничем база и финиш особо не отличается от цветники очень плотные и девчонки пока не забыла хочу вам рассказать о моей новой подставке для рук стала болеть спина и я попросила своих подписчиков дать мне контакты кто делает подставки оказывается моя подписчица занимается изготовлением подставок для рук очень много расцветок так что ссылочка в описании обязательно зайдите посмотрите ну на этом все всем огромнейшее спасибо за просмотр подпишись на мой канал поставь лайк этому видео и всем пока пока